Субтитры сделал DimaTorzok Наравне с футболками, с изображением Шнура, Путина и Медведева Висит Шурыгина, своими глазами видел То есть телевизор вы мрази Самое лицемерное создание, самая лицемерная сфера То есть, грубо говоря, они жертву Ну, реальную жертву Девушку, которая попала в ситуацию, когда тебя угрожают Выставили проституткой, дурой А несовершеннолетнюю алкоголицу Которая тусуется по всяким спискам С взрослыми мужиками, они сделали Матерью Терезой или кем-то еще Из библейских хроник Вот эта фраза, типа, Николай Соболев Твой адвокат, ну в каком-то смысле Она правдива, потому что Коля Соболев, он такой Апологет морализаторства Он, ну, жалейщик Жалейщик, можно сказать Его подзащитная проиграла, но Коля Соболев Словил лишний хайп Ну, что сказать, человек продам Свои принципы за 3 миллиона рублей в месяц Ну, что это за дерьмо Я проснулся утром, сразу включил трансляцию Благо она только началась Я думал, не пропущу ничего интересного И, значит, пока я позавтракал Сделал все дела Собрал сумку Поехал в аэропорт Простоял в очереди регистрации И сел на самолет В самолете Только я услышал окончательный приговор Настолько долго это длилось Я, естественно, за Руслана рад Потому что тюрьмы не правят Тюрьмы делают все только хуже Человек выходит неисправленный Ну, это очевидно Забавно поведение РПЦ в этой ситуации Они проявили такую благосклонность С помощью своего пресс-аташе Или какого-то другого ресурса Они обозначили, мол Мы рады, что произошло такое милосердное решение Тогда как сами выступали Чуть ранее Мы все это помним Как, ну, типа, поборники, морали Типа, там срок ему серьезный Но, знаете, что-то мне подсказывает Что если бы это судопроизводство Соколовского Проходило в веке в восемнадцатом-девятнадцатом То его, наверное, бы сожгли на костре За такую наглость И сейчас, ну, типа, милосердное решение По поводу самого судебного процесса Судья ничего не понимала в теме Потому что Те ее ударения, интонации, произношения вещей Которые были описаны в приговоре Ну, как бы, ей чужды, мягко говоря Также позабавил тот факт Что, когда Руслану сказали Что мы тебе все вернем С твоей вещественной доказательства Потому как суд закончен Среди них была упаковка футболок С надписью Мразь Спасибо Также мне показалась забавная история С сложной схемой Которая была опубликована На некоторых рэп-ресурсах В этой схеме Была обозначена связь Между разными крупными Медийными ресурсами Вплоть до самых высоких уровней Как мне кажется Правдивых, вот, истинных связей Хотя бы между Одним и вторым персонажем Или шоу Или каналом Или еще чем-то Они действительно есть, эти связи Они прямые И, ну, в принципе, это даже никто не скрывает Но Есть связи, которые ни на что не влияют Также с теми есть конкретные домыслы Ну, там связь конкретно Баженов, Катя Клэп Еще некоторые моменты Ну, зачем они в принципе? Они разве на что-то влияют? Ну, то есть Это домыслы Пример слабой связи То есть группа хлеб И Спасибо, Ева MyDuckVision, да? Это тоже весьма слабый аргумент Потому как Спасибо, Ева MyDuckVision Выпустили огромное количество Разных блогеров Ресурсов Шоу и так далее Ну, то есть Причем здесь вообще хлеб? Это схема Как и любая другая схема Или инфографика Ну, направленная на то Чтобы доказать что-то Или показать что-то Или продемонстрировать что-то Ну, я могу предположить Что речь о заговоре Ну, да Теория конспирологическая Что я могу сказать По этому поводу Да, действительно Телевизор заходит в сеть Это не секрет Связаны ли они Это уже не так важно Вот в чем суть Эти все парни Не факт, что сговорились Просто ситуация Которую надо осознать Изучив эту схему Следующая Хотя бы простые связи Там банально ТНТ Босс То есть Раз Лайф Дружко Если ты умеешь делать Миллион подписчиков За 7 дней То, наверное Ты победишь В конкурентной гонке Среди других ютуберов У которых нет Ни ресурсов Ни этого понимания Допустим, это так Какие выводы конкретно Мы можем сделать Из этой ситуации Что телек уже Уже на ютубе И будет дальше больше Потому что По моим сведениям Еще одна передача Готовится к Эксплуатации И введения в сеть Вот этот забавный Телевизор 2.0 Естественно Выглядит лучше Там Интересные парни Там матюгаются Там говорят про Наркотики Ну, типа Вы можете убедиться в этом Там унижают друг друга То, что нельзя делать В телевизоре Традиционном А выгоды И действия Которые Будет совершать Этот наш новый телевизор 2.0 Он будет совершать Точно такие же Как совершает Старый телевизор Но не на уровне контента Естественно Ну, вы меня понимаете Выгоды Ну, а второй вывод Который мне кажется Уместный Это что Возрастет И усложнится Конкуренция На ютубе То есть Какому-нибудь Спермоголовому Янго Надо будет конкурировать В этом Победоносном Челлендже Да Уже не с Ивангаем И там Брайан Мапсом Каким-нибудь Или другим Душевно Нестабильным человеком Да А уже Например С другими Чуваками С телевидения Которые будут делать Лучше Качественнее Натягивать на себя Гондоны Ну, в общем-то Усложнится Наверное Рост Для нас Для ютуб Стариков Уже Все равно Мы стали Мемами И, наверное Ну, это не то, что Это хорошо Человек-анекдот Бывает разный Так вот То есть Для нас-то ладно Но рост новых Ютуберов Наверное Усложнится Как мне кажется То есть Сложнее будет пробиться За счет Ну, привлечения Внимания Аудитории К другим проектам Попомните мои слова Ютуб уже никогда Не будет прежним Плохо Или хорошо Решать вам Ну, в общем-то И жизнь покажет Но сам тот факт Что мы проиграли Да, в общем-то Мы проиграли Это надо просто признать Ну, смотрите Никто не делает Такую динамику Кроме Коли Соболева Как известно Но это ничего В общем-то Просто надо понимать Ситуацию Что произошло сейчас Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал С вами был Ларин Всем пока А да Купите в моем магазине Мерчая шмотки Потому что рекламу Никто не заказывает